Приветищи! Мы находимся в царстве Зельды, играем из-за маленького эльфа по имени Линк, который должен спасти ту самую Зельду. В прошлой серии мы отбили у Ганнона летающее чудище. Вон она сидит, смотри какое огромное. Она уже нацелила свой лазер на Ганнона и ждет нашей отмашки. Но прежде чем мы эту отмашку дадим, нам нужно освободить еще трех чудищ. А также под конец прошлой серии Ривали, один из героев, который погиб при защите Зельды, одарил нас своей могучей силой. Теперь мы умеем делать вихрь Ривали. Если ты ждал новой серии по Линку, то с тебя лайкос и подписочка, если ты еще не подписан. На этом самом месте Ривали тренировал свои умения. И сейчас мы попробуем исполнить его вихрь. Нам Ривали помогает, точнее его дух. Вот таким вот образом выглядит эта штука. Конечно же она не бесконечна, она кончается и потом мы постепенно опускаемся на землю. Ну слушай, это очень круто. Спасибо Ривали за такой крутецкий подгончик. Что ж, пойдем зайдем к лидеру этой деревни. Скажем, что мы крутые молодцы, мы вас спасли всех. Дайте нам побольше денег. Ну или хотя бы скажите спасибо. Ого, я рад, что у тебя все получилось. Тебе удалось усмирить чудище Вамеду. Теперь оно сидит над нашей деревней. Величественное зрелище. Как гласит предание, свет чудищ уничтожает бедствие. Отныне чудище Вамеда будет защищать нас. О нем будут слагать легенды, как и о тебе. Ах да, я должен тебя отблагодарить. Возьми то, что лежит в сундуке. Я уверен, тебе это пригодится. Ты потомок воина. Ты очень похож на воина халийцев, который плечом к плечу сражался с великим Ривали сто лет назад. У тебя нет лишь его меча, сокрушителя зла. Вот если бы у тебя был этот меч, сходство было бы полным. Чудище Вамеда. Выполнено. Блин, ну ты че, совух? Точнее, Канелли! Я тот самый воин, который сражался с Ривали. А ты все про меч да про меч. Кстати, насчет меча. Мне очень много написало в комментариях, что нужно идти в лес Корков. И именно там где-то спрятан наш меч. Но об этом чуть позже. Давай откроем сундук. Посмотрим, что там. Большой Орлинный Лук. Этот лук обладает тройным выстрелом. Уникальный лук, принадлежавший Войну Народа Рита. Говорят, в воздушном бою Ривали выпускал стрелы так быстро, что не оставлял противнику никакого шанса. Подожди, так это лук Ривали? Вау. В сумке нет места. Ну капец, сейчас я что-нибудь выкину. А пойдем теперь зайдем к жене Теба. О, а Теба-то здесь. Это тот чувак, который помог мне добраться до чудища. Привет, Теба. Вижу, старейшина отдал тебе Большой Орлиный Лук. Для стрельбы в воздухе он тяжеловат. Приходится жертвовать скоростью. Вот если бы я был таким же быстрым и сильным, как Великий Ривали. Увидев, как ты управляешься с луком в бою с Меда, я попросил старейшину отдать Большой Орлиный Лук тебе. Носи его с гордостью. В нем дух народа Рита. Что ж, моя царапина почти зажила. Нам с Тюленом пора в летную школу. Я хочу, чтобы он стал хорошим воином, таким как Ривали. Желаю вам удачи, господа. Всего хорошего. Сын, пора лететь в школу. Честно, честно. Ура! Ну все, Линк. В следующий раз увидимся уже в летной школе. Обязательно приходи, поиграем. О, они уже полетели. Теперь Рита, благодаря мне, могут спокойно летать. И никто их не подстрелит. И не собьет. Ну вот, мы покидаем деревню Рита. И отправляемся в следующую. Чтобы отбить у Ганана еще одно чудище. Если отдалить карту, то мы можем увидеть, что те деревни, где находятся чудища, у нас отмечены. Благодаря бабуле Импи. Значит, к следующему чудищу, я предполагаю, что мы отправляемся вот сюда. На юго-запад. Светилище Кенамут. Получается, что нам нужно двигаться в ту сторону. Обязательно нужно зайти к вышке. И внизу я видел светилище. Где-то здесь. Вот оно. Что ж, предлагаю уже лететь. Не будем долго здесь сюсюкаться. Ого, какие там черепа. Чем дальше мы летим, тем больше песка. Предлагаю приземлиться вот здесь, потому что выносливость у нас уже кончается. Вот так вот. Смотри, какой здесь строительный лес. А именно дорожка, которая ведет туда вот наверх. Нам-то она и нужна. О! А это что здесь за камень? Давай-ка его поднимем. Что ты такое? Взять! Я его могу поднять. Но зачем? Хорошо, давай спустимся вниз и там уже посмотрим. Разберемся. Зачем? Оп-оп-оп, тихо не падай. О! Снизу гоблины! О, погоди. Так получается, сюда его поставить нужно. Ставим его так же, как справа. И лесной друг нам сейчас подарит семечку. У нас уже семнадцать семечек. Надо будет потом сходить к большому корку и попросить его увеличить нам сумки. Блин, капец здесь жарко. Надо бы переодеться. Вот так вот. Давненько я не одевал свои рыцарские доспехи. Светилище Дзино. Покой и движение. Ммм. Смотри, какие здесь конвейеры. Короче, я вижу вон там вот внизу выемку для шара. Значит, нам нужно просто поймать этот шар. Сейчас он выкатится. Ловим! Блин, это сложно сделать. А, кстати, и поймать я его не могу. Хо-хо-хо. Все не так-то просто. Хорошо, тогда нам нужен стазис. Стазис, стазис, стазис. Так. И попробуем просто в него пострелять. О! Сработало! А здесь, похоже, будет еще одна головоломка. О-о-о! Знакомые товарищи! Блин, они еще и метятся в меня. Так, спокуха. Спокуха! Не надо в меня стрелять. Твоя ешь налево. Где мои взрывные стрелы? Сейчас ты отхватишь. О, они в твоем стреляют в меня. Один улетел. Другой тоже. И вместе с ним Шарамба улетел. Капец. Выкатите мне еще один шарик, пожалуйста. Ждать его, походу, придется долго. Вон он, шарик катится. Меняем стрелы. Сейчас! И... Блин! Попытка номер два. Есть! Что ж, бежим в эту дверь. А у нас здесь... Какие-то лазеры. Короче, какой-то гемор. О-о-о! Смотри, там сундук. Там сундук, я вижу сундук. И он, кажется, сейчас свалится. А вот это тот лазер, я так полагаю, он меня может порезать. Поэтому мне нужно сейчас сделать вот так. Останавливаем. Бежим, 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 бежим. Черт! Не так я хотел. Кстати, как насчет забрать вон тот вот сундук? Есть! Давай-давай, ко мне, попсик, лети. Интересно, что же там? Оп. Только не лук, пожалуйста. А пал. Здорово. Подняли немножечко с тобой бабла. А теперь знаешь, что мы сделаем? Мы сделаем вот так вот. Я не знаю, правда, получится у меня это или нет. Но сейчас проверим. Ага. Но поставить-то мне его некуда. Тогда роняем. Замораживаем здесь конвейер. Берем щит и проходим вот так вот. А теперь... Ай! Черт подери. Ах, фух. Справились. А, ну как сказать справились? Не совсем мы справились. Шар-то на той стороне. Я ж его сюда не докатил. Ох, придется обратно. А, ну поехали обратно. А, значит, закрываемся щитом. Есть. С этой стороны. Фух. Теперь с этой. Есть. А, смотри, так эти лазеры можно замораживать. Вот я чунгачкук. Ой, капец. Ладно, короче, забираем шар. Замораживаем вот эти штуки. Берем шарик. И бежим, бежим, бежим. Как можно скорее. Скорее, конечно, не получается, потому что здесь все сложно. Есть. Замораживаем здесь. Забираем шарик. Но нет, я не успею. Я не успею. Да, я не успею. Тогда стоим здесь. А, больно. Шар, стой. Ну, ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-да. Вон, вон, вон. Глыба, глыба, глыба катится. Есть. Время пробежать. Давай-давай-давай-давай-давай. Ну же, ну же, ну же. Ниждак. Смог. Смог. Фух. Подпалил тебе лазерами по 5, но ничего. Мы справились. Ну вот. Осталось еще одну сферу раздобыть в святилище. И я смогу выторговать у статуи сердечко или выносливость. А, у меня тут сложности. Скелеты повылазили. Я думаю, что... О, там еще электрическая мышь летает. Короче, я думаю... Ты офигел, камни в меня пулять. Надо отсюда сваливать. Нужна помощь ревали. Полетели! Вот это я понимаю. Вот это разговор. Цепляемся. Опа. Ну, вот мы почти поднялись наверх. А вы, тамские детоны, сидите внизу. Вот они, эти строительные леса. Мы практически рядышком с ними. А здесь, кстати... Знакомые кубики. Наверняка где-то валяется один бесхозный, который нужно сюда приторабанить. Интересно, через этот щель я смогу пролезть? Давай попробуем. Ага, пролез. О! А вот и куб. Пришлось ради него упасть. Сейчас мы его оттуда вытащим. И поставим на место. Вот сюда. Опа! Вот это прикольно. Пойдём подкрадёмся к нему. И дадим пинка. Вот это подарочек нам. Вот это нам подфартило. Огрить. Блин, не та кнопка. Чёрт. Чё ж я так перепутал? А такая возможность была его скинуть отсюда. Эх. Ну ладно. Важно то, что мы взобрались наверх. И я вижу... Я вижу фею летающую, у которой есть огненный посох. Надо бы отжать этот посох. Пойдём-ка. Отберём у фейки игрушку. При помощи взрывных стрел. Бамбалилу! Сейчас будет. Осталось только грамотно зарядить. Сейчас! Упала фейка. По-моему, она ошалела. Нельзя вставать! А то больно будет! Вот так вот. Вот и нет, фейки. Где твой жезл? Мы же не могли жезл уничтожить взрывными стрелами. А, вон он укатился вниз. Слава богу, что не упал с обрыва. А то это могло быть. Это чё за фигня? Смотри. Ты видишь это? А, это птица. Я думал, черепок на птичьих ножках. Я уж испугался. Жезл огня. Отлично, мы его снова нашли. Кстати, помнишь, в одной из деревушек был паренёк, который хотел увидеть походный меч. Когда мы его нашли и показали ему, он нам отвалил денег. А потом сказал, если у тебя будет жезл огня, принеси мне его. И я тоже тебя вознагражу. Так что надо будет потом сбегать в деревню и показать ему. А нам снова наверх, вон туда. Давай воспользуемся способностью ревали. Она осталась у нас всего одна. И я надеюсь, что нам потом после этого скажут, как её восполнить. Как раз то, что надо. Способности ревали у нас закончились. Их нету. Нам ничего не сказали. Я так полагаю, что они, как и выносливость, просто восполнятся через некоторое время. О, смотри, там камушек лежит какой-то. Давай поднимем. Ха! Так и знал. Ну ладно, давай я тебя прикрою. Я хотел тебя укрыть, здесь палящее солнце. Вдруг ты на солнце спалишься. Ладно, чё, полезли по горе своими четырьмя оконечностями. Вот так вот. Где там эта вышка-то? Вышка, вот она. Шикарно, мы почти рядышком. Ну хотя как рядышком, ещё надо взобраться на эту гору. Здрасте, серенький волчок. Не кусайте за бачок. Кстати, да, способности ревали у нас восполняются. Видимо, пока мы отдыхаем, они копятся. Ух ты! Чё я заметил. Смотри, какая головень. А там ещё чё-то... А это чё светится? А, это, походу, моя метка золотая. Пойдём, подойдём к голове, посмотрим, живая она или нет. Ну, точнее, рабочая или нет. Живая голова. Хе-хе-хе. Сказал. Ящеры бродят. Причём не простые, а электрические. Замаскировался. Давай обыщем этого робота. Древний винт нашли. Шикарно. Знаешь чё, смотрю на этого ящера и думаю, у меня же ведь есть костюм, и в принципе мне этот ящер не страшен. Вот так вот мы переоделись и пойдём надаём ему люлей. Эй, пупсик. У него, кстати, лук. Ты обалдел? На тебе! Лук он достал. У меня тоже лук есть, если чё. Оп-оп-оп. Чё-то он, походу, сейчас сгорит. В костре стоял. Ну чё, пупсик, мажешь. Добиваем его. Вот так вот тебе. И нет этого электрического ящера. Жёлтый заврохвост. Пригодится для зельев. А чё за лук? Стальной завролук. Блин, мощный. 36 урона. Нашёл здесь глыбу. Каменную. Которую, я так предполагаю, нужно затолкать вот сюда. И появится наш маленький лесной друг. Хорошо, сейчас мы это попробуем. При помощи стазиса. Чуть-чуть тебя надо подвинуть. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай-давай. Есть! Точно. Я так и знал, что тут спрятан лесной друг. У нас на самом деле столько уже древних винтов, пружин, ядер и прочего-прочего, что надо сходить в Хотенский институт и апгрейдить наш камень Шика. Это же радиоактивный слаймик. Ты посмотри. Ха! Обалдеть. Такое ощущение, что я в слайм ранчер сейчас играю. Не ожидал я здесь увидеть их. Используй вихрь револи, когда захочешь. О! Спасибо! Спасибо тебе за этот подгончик. Я всё ждал, пока он накопится. Что ж, у нас есть ещё 19 взрывных стрел. Тем более гоблины сидят и смотрят на костёр. Неразжённый. Давай поможем им. Разожгём костёр. Ребятки! О! Их ещё и шибануло молнией от этих слезняков. Нет-нет-нет, ребятки, ко мне подходить не надо. И тебе тоже не стоит. Хотя я в костюме защитном, так что мне пофиг. О! Всё равно. Всё равно немножечко кусает. Прикинь, когда меня ударила молния, у меня выпал щит и меч. Обалдеть. Просто обалдеть. А вот ты, негодяй, выкинь горящую палку. Это незаконно. Незаконно. Какой у тебя... Оф, я и сработала. Какой у тебя шикарный щит. Как у меня практически. Меч сломал. Ой, плохо. Ой, плохо. Достаём боевой клеймор. Ты офигел? Маленького эльфа бить. Блин, ещё и клеймор сломал. Забираем его меч. Рыцарский меч. Шикарно. Ещё и щит сейчас заберу. Чё ты рычешь? Быстро спать! Вот это другой разговор. Вот эту штуку надо забрать. Ею можно кидаться. И своего рода это бомба. Давай возьмём в руки. И попробуем её кинуть. И она должна, по идее, вза... А, нет, это не так работает. Так, кидаем. А теперь обычной стрелой пытаемся стрельнуть. Точно она взрывается. Обалдеть. Но на него она не действует. Ах ты ж, зараза. Спасибо за сейфик. Надеюсь, там что-нибудь ценное. Несмотря на то, что я в защитном костюме против молний, эти желейки всё равно выбивают с меня оружие. Чё там в этом сундуке? Топас. Отлично. Ещё немножечко бабла подняли. Что ж, направляемся наверх. мы уже почти у башни. Кстати, теперь в башню намного проще будет взбираться при помощи способности ревали. О, смотри, смотри, смотри. Дай попробуем подкрасться. И ошарашить. Жалко только, что тут куча электрических слизнюков. Чёрт не успел! Он обернулся! Где его оружие? Надо забрать. Рыцарский меч, отлично. Бомбанул электричеством жалейка и разрядился. Батарейки кончились. Ну чё, бугай? Осталось только ты да я. Бой этот будет недавно. Я же говорил. Ну вот мы и взобрались. Наконец-то. Башня пустыни. Башня окружена грязевой ванной. Или это болото. И лучше туда не вступать. Иначе меня засосёт эта трясина. Так что тут наверняка мне поможет способность ревали. Давай ревали! Выручай! Опа! Почти наверх башни взлетели. Шикарно. Есть! Мы взобрались. И здесь чертовски холодно. Надо переодеться. Ну чё, давай активируем башню. Ого! Вот это я понимаю, мы карту открыли. Загружена карта местности. Блин, ну это реально настоящая пустыня. Там ничего нет вообще. Ты глянь. У-ху! Это же чудище! Интересно, как его называют? Похоже на жирафа. Мне, кстати, о нём писали в комментариях, что он похож на жирафа. Погоди. Или это слон? И он ходит в пыли. Ну, видимо, пыль это из-за него. А смотри, а вон там ещё пыль есть вдалеке. И вот тут вот есть. Интересно, что же там скрыто? А там светилище вижу. Вон там светилище. Надо меточку поставить. Потом сходить туда. Хорошо. Значит, вон там вон деревня, да, находится? Вон там вот. Но прежде чем мы туда отправимся, нам нужно телепортнуться. Я думаю, что вот сюда. Сейчас ты поймёшь, зачем мы это сделали. Приветствую тебя, мой большой лесной друг. Крюун. Снова ты. Нюх-нюх. Вот знаю этот запах. Это же корокские семечки. Тебе дали их дети лисы. Да, у меня их много. Расширь мне, пожалуйста, отдел для луков и стрел. Ммм, па-пум-пум-па. Я забираю одно корокское семечко. Ну, хорошо. А почему только одно? Начинаю увеличение. Теперь увеличим место для оружия. Ух ты, он забрал пять семечек в этот раз. Начинаю увеличение. Хва-хва-хва-хва-хва. Чё такое? Я вспомнил дорогу в лес короков. Ух ты, мне это тоже дорога нужна. Там вроде как мой меч лежит. Пойду домой, а то деда, наверное, волнуется. Спасибо за корокские семечки. Жду тебя в гости в лесу короков. Окей. Можно я просто за тобой пойду в этот лес? Давай-ка с ним поговорим. А, блин, с ним поговорить нельзя. Я хотел у него разузнать, где же всё-таки лес. Ты видел? Вон там что-то упало. Может, это метеорит? Блин, ну мне туда так лень бежать. Давай ещё слетаем в Хатенский институт, улучшим наш камень шика. Хатенский институт. Ох, как я тут давно не был. Господа, приветствую вас. Миссис Пура. Хотя, миссис вас сложно назвать. Салют. Я бы сказал, мисс Пура. Ну что, принёс древние детали? Да, вот детали. Какую руну будем апгрейдить? Ну, у меня только одна осталась, это стазис. Стазис, значит. Тогда прошу три древних ядра. Вроде бы у меня были такие. Пожалуйста. Ты что, издеваешься? У тебя нет нужных деталей. Чтобы проапгрейдить стазис, нужно три древних ядра. Так что, не пытайся меня обмануть. Какую руну будем апгрейдить? До свидания. Я, пожалуй, пойду. Чао. Подожди, у меня же там были ядра. А, у меня всего два древних ядра. Все ясно. Ладно, зайду к вам в следующий раз, когда будет третий. Учитывая, что мы заскочили в Хотенский институт и были рядом с деревней Хотена, я решил навестить маленького парнишу, который хотел увидеть огненный жезл. Осталось только этого парнишу найти. Так, это не он ли спит? Подъем? Нет, это не он. Тот бы сразу проснулся бы. О, вон детвора носятся. Детишки, подождите. По-моему, ты. Привет! Ого! Это у тебя жезл огня, да? Класс, покажи! Вот, смотри. Ух ты! Даже не верится, что ты привез такую классную штуку в нашу деревню. Спасибо, что показал. Вот, это тебе. Красная рупи, номинал 20 рупий. Пацан, да я тебя так разорю. Да не бойся, я всем помогаю, поэтому рупий у меня много. Все равно мне их девать некуда. Что бы мне хотелось еще увидеть? М-м-м-м-м-м. Похоже на пустынную. Так, где в пустыне оазис есть? Смотри, вон там что-то есть. Не он ли это? Кажется, там есть воспоминания. Еще раз посмотрим на альбом. Ну да, точно, похоже на это место. Значит, летим туда. От винта! Надеюсь, мне хватит выносливости. О, светилище вижу. Мне как раз нужна последняя сфера. И может быть туда заглянуть? Черт подери. Ладно. Экстренное приземление. Нужно срочно упасть вниз. Опа-пу-ра-пу-пу. Я кого-то слышу. Кто-то недоволен, что я здесь есть. А, вон там богоблин стоит возле моста. У нас осталось чуть-чуть выносливости. Фу! Обалдеть! Чуть ноги себе не сломал. Светилище Кейна. Заходим. Электричество. Значит, смотри. Здесь стоит вот этот блок. Он заряжает вот эту лампу. Значит, вот этот блок нам нужно поставить вот сюда. Так. Питание пошло. Двери открылись. Что в этой комнате? Ага. Нам нужно как-то сдвинуть вот этот огромный куб. С другой стороны. С другой стороны у нас... А с другой стороны у нас здесь робот. Здрасте. Как ваш? Ничего? Кия-кунг-фу тебе! Нельзя в меня стрелять. О, с одного удара его вынес. Значит, нам нужно обрезать веревку, чтобы заполучить энергетическую сферу. вот так вот. А, это мы, значит, тут к сундуку пробрались. Маленький ключ. Обалдеть. Ключ, которым можно открывать двери в светилищах испытаний. Не зря мы сюда спустились. Вот как выглядят двери, куда подходит ключ. Сейчас попробуем открыть. Обалдеть. А, здрасте! Здрасте, здрасте, здрасте. Где мой меч? Бомбочки не хочешь отведать? Да, блин, ты что бомбу у меня выронил? На тебе! А ему пофиг. Давай, стреляй, я сейчас подбегу к тебе и вот так вот как дам по шапке. У тебя, кстати, джедайский меч, да? Меч стража. Заберем, пригодится. А, здесь нам нужно запустить шестеренки. Для этого нужно сделать электрическую цепь. Например, как здесь. Здесь она разъединена. Вроде бы ничего сложного, нужен лишь магнезис. Вот этот блок мы переносим сюда. Вот, вот так вот. Все, легче некуда. Замечательно. Мы достали четвертую сферу. Осталось только дойти до статуи и забрать, наверное, сердечко. Со светилищем закончили. Продолжаем наше путешествие в сторону воспоминания. Офигасе тут ущелье. Что ж, давай спустимся. Похоже, нам именно сюда. Вау. А вон он, тот оазис. Стало жарко, при такой температуре вы будете получать урон. Пустыня Геруда. подожди, у меня там коки поджариваются. Надо бы снять зимние штаны, а то, а то там все сжарится. Ну-ка. О, стало получше. Да, как в настоящей пустыне. Смотри, какой жар. Вдали все размывается. О! Странник. Пойдем, подойдем, поболтаем с ним. Что я здесь забыл? Приветствую. Девушки Геруда намного выше меня Но мне это очень нравится Я вообще хочу жить среди одних девушек в городе Геруда Ладно, перейдем к торговле Хочешь что-нибудь купить? Ааа, ты торгаш Я думал ты с Раникой что-то расскажешь, мне интересно А так, пока Пока Значит я выяснил, что в этой деревне Блин, жарко Очень жарко Меня ж зашатало О, и урон пошел Черт подери Мне нужна какая-то охлаждаемая одежда А у меня ничего нет Давай хотя бы капюшон накинем Всяко защищает голову Блинский О, как урон вообще наносится До оазиса интересно добегу или нет Жалко коня нет Так вот, что мы выяснили Мы выяснили, что мы идем в деревню высоких девушек А как мы помним по одному воспоминанию Среди героев Была одна очень Высокая дама Ого, я почти дошел Вижу там Стража Че за дела? А, это жирафик там ходит Смотри какие там обглоданные кости Огромные 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 Продолжение следует...